Экстремальная жара и засуха наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству и другим отраслям экономики европейских стран. Фермеры жалуются, что урожай, если он вообще будет собран, будет ниже средней нормы. Нехватка воды вредит туризму, так как многие гостиницы отключают водопровод. Мы ничего не можем с этим поделать. Каждый будет выкручиваться как может. Нет. Кукуруза засохла. Все засохло. Кукурузу мы не соберем даже четверть. Кто-то может найти что-то зрелое там и сям, но мало, а скорее всего ничего. В Италии в долине реки По чахнут рисовые плантации. В верхнем течении реки им не хватает воды, а в устье они страдают из-за засоления почвы. Фермеры рассчитывают собрать в этом году только треть от обычного урожая. Я не могу пока определить размер хозяйственного ущерба, потому что, например, цена удобрений, которые мы используем, повысилась с 40 евро за центнер до 120. Поскольку урожай риса будет маленький, мы еще не знаем, какая на него будет конечная рыночная цена. Во Франции в разгар туристического сезона установилась самая сильная засоха с 1961 года. Осадков здесь выпало на 84% меньше средней нормы последних 30 лет. В ряде департаментов прекратилось снабжение питьевой водой. Меня беспокоит то, что хотя нам сказали минимум 48 часов, я не знаю, сколько это продлится. А другой воды у меня нет. Мне придется кипятить не питьевое, а затем ставить ее в холодильник. То есть понадобится немного больше поработать, если это затянется, нам будет труднее. Масштаб засухи здесь можно увидеть собственными глазами. Озеро Жерарбе, привлекающее в этот город тысячи туристов, обмелело на 15-20 сантиметров от своего обычного августовского уровня.